Мы не оправдываем обстрелы коммерческих судов, чем бы эти обстрелы не оправдывались, но мы также не можем оправдать агрессивные действия, которые под этим предлогом Соединенные Штаты и Британия предпринимают против территории Йеменской республики, не имея на это никакого международного мандата в виде резолюции Совета безопасности ООН, который подобных вещей не разрешал. Трудно комментировать, я не знаю в каком состоянии господин Зеленский это заявление делал, если это вот из того большого интервью, там много было интересных заявлений, на которые уже обратили внимание, в том числе, когда он приводил статистику потерь на украинской стороне в результате проводимой нами специальной военной операции и целый ряд других высказываний. Но насчет подготовки конференции в Швейцарии, да, я обратил внимание на его заявление, что конференция будет сейчас без приглашения России, его глава администрации Ермак тоже эту мысль высказывал, вот мы сейчас соберемся в Швейцарии, все решим, отшлифуем, доведем до ума формулу мира Зеленского, а потом, потом передадим ее России. Но, как вы и процитировали господина Зеленского, он сказал, что это не будет считаться переговорами. Ну, нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался, вся его вот эта формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом. Мне один из моих добрых товарищей показал, какие советы европейцы дают Зеленскому при организации вот этих вот посиделок вокруг формулы мира. Советы главные заключаются в том, что не собирайте как можно больше стран, обещайте что угодно, лишь бы они приехали. Если им не нравится эта формула, скажите, пусть они выберут из нее что-нибудь невинное, там, в частности, упомянута продовольственная безопасность или энергетическая безопасность. И вот пусть они приедут, поддержат необходимость всех накормить, всех обогреть и больше от них ничего не требуется. Второй совет украинцам от Евросоюза, ни в коем случае не распространяйте на любой из этих встреч какие-либо проекты документов. Потому что не будет у вас поддержки всех участников, а нам и вам важно эту поддержку показать. Поэтому главным явлением, я цитирую, в каждой из таких встреч должна быть семейная фотография. Швейцарцы провели очередное заседание вот по формуле мира Зеленского. И по итогам этого заседания гордо мне сказал мой коллега, я как хозяин министра иностранства в Швейцарии сказал журналистам, что я уверен, что без России добиться договоренности невозможно. Ну я у него спросил, если ты в этом уверен, зачем тогда вы собирали эту встречу в Швейцарии? Ну он сказал, что вот нет-нет, мы будем двигаться к ситуации, когда мы вас пригласим. Я ему посоветовал этого не делать, потому что та база, на которой он, а стало быть Швейцария, как и другие западные страны, готова работать, она абсолютно тупиковая. Мы об этом не раз говорили, но если нечем себя занять, если нужно продемонстрировать какие-то конвульсии дипломатические, подтверждающие, что Украину не забывают, ну, как у нас говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не плакало. Регулярно, чуть не ежедневно, украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы. Из-за вас мы потеряли Авдеевку, из-за вас мы отступаем. Ну, они привыкли так разговаривать.